друзья всем привет меня зовут юля вы на моем гастро канале сладкий персик и сегодня у нас очередной вкусный рецепт мы с вами будем готовить тефтели но не просто тефтели там с мучком с морковкой с томатной пастой а изысканный вариант этого блюда мы будем готовить тефтели в духовке соусе из сыра blue cheese из вот такого вы просто представляете как это вкусно конечно в простом классическом рецепте тушеных тефтелей с луком с морковкой с томатной пастой вообще нет ничего плохого но такое тоже надоедает иногда хочется пробовать что-то такое новенькое вкусненькое такое больше ресторанное но в то же время приготовленное дома своими руками погнали нам понадобится собственно тефтели можно купить и готовые можно делать самим они у меня заморожены из мяса курицы и индейки сливки не 10 процентные сухой чеснок свежая зелень неким 2 ароматная и сыр blue cheese у меня здесь примерно 50 грамм то мы с вами сейчас делаем мы с вами берем наши замороженные тефтели размораживать их не нужно и обжариваем хорошо разогретым в любом масле сливочным можно взять можно растительное абсолютно любой какой вам нравится до румяной корочки не до готовности а именно до корочки ждем когда масло нагреется и будем обжаривать наши фрикадельки когда мы готовим что-то из замороженных полуфабрикатов очень важно их не размораживать перед приготовлением потому что они теряют форму мне кажется что это очевидно но не все это знают некоторые прям принципиально котлеты размораживают и важно чтобы масло было хорошо разогрето опять таки чтобы наши изделия сохранили свою красивую форму смотрите наши тефтели стали таки румяной теперь можно огонь выключать мы их пока с вами убираем в сторону и перейдем к приготовлению соуса это самый вкусный наверное в этом рецепте мы берем наш прекрасный сыр дурблю и нарезаем его на призвольные кусочки ну чтобы просто сыр быстрее растаял теперь мы берем ковшик и складываем наш сыр в него и переходим на плиту ставим ковшик на минимальный огонь ждем когда сыр расплавится постоянно его помешиваем и потом будем добавлять остальные ингредиенты главное чтобы ничего у нас не пригорело поэтому от плиты лучше не отходить но это буквально там 35 минут когда сыр начинает плавиться сразу добавляем сливки помешиваем и варим до тех пор пока сыр у нас полностью не растворится добавляем сухой чеснок и постоянно помешиваем потому что соус у нас и если мы перестанем мешать он быстренько пригорит дальше можно регулировать консистенцию если вы видите что соус у вас получается сильно густым можно добавить еще немножечко сливок и сливки кстати не обязательно использовать именно такой жирности можно взять и пожирнее 20-30 процентов но мне кажется что 10 самый оптимальный вариант кстати обратите внимание что соус я не солила потому что сыр door blue или blue cheese он у нас всегда соленый и здесь очень легко можно это все дело пересолить поэтому пробуйте если соль не хватает добавьте но в целом я думаю что она вам не пригодится и теперь мы берем с вами любую форму для запекания мне вот такая вот выкладываем туда наши брикадельки и заливаем все тело соусом я уже очень хочу есть чуть быстрее это попробовать потому что мне кажется что это очень вкусно мы еще все потом украсим свежерубленный кинзой свежерубленный свежерубленный рубленый вот так вот и это будет просто потрясающе ставим наши фрикадельки в духовку разогретую до 180 градусов и готовим примерно 20-30 минут смотрите здесь время очень сильно зависит от вашей духовки и от размеров фрикадели которые вы используете у меня фрикадельки как вы видели очень маленькие крошечные и пока мы их жарили они уже практически приготовились поэтому у меня время конечно же будет меньше если у вас фрикадельки крупные нужно приготовить готовить подольше наши фрикадельки получились просто чудесными этот волшебный соус глючи сам делает это блюдо вот необычным таким каждодневным до который мы готовим на ужин а таким слегка изысканным поэтому если вы хотите внести в свой ужин что-то особенное обязательно готовьте эти фрикадельки пишите в комментариях ваши отзывы понравилось вам или нет что вы сделали так а что не так может быть как-то вы изменили рецепт подписывайтесь на наш гастроблог смотрите наши новости которые выходят каждое воскресенье и конечно же подписывайтесь на наш телеграм всем пока пока